Студенты Чувашского педуниверситета, участники поискового отряда память вернулись в Российской вахты памяти. В этом году они побывали в Кировском районе Ленинградской области. Вместе с поисковиками по местам боевой славы прошли Елена Гальперина и Антон Вовк. Семидесятилетию прорыва блокады посвящается. Из 12 боевых стратегических операций под Ленинградом, 7 было проведено советским командованием на территории Кировского района. Этот лес появился уже после Великой Отечественной, а в 1941-1944 годах здесь были болота, которые немцы обстреливали с Синявинских высот. Воронки, окопы, траншеи, блиндажи. Шагу уступить некуда, чтобы не наткнуться на военный след. Это вот нашли поисковики. Это так называемая банка их называют. В ней вот видно артиллерийский порох, который находился внутри. За неделю поисковики из Чувашского педуниверситета подняли останки семерых бойцов. Никаких документов при них не было, лишь один незаполненный медальон. Но есть и сенсационные находки. Буквально перед приездом нашей съемочной группы ребята наткнулись на командирский блиндаж. Собственно говоря, о том, что это старший лейтенант, мы поняли по вот этой петлице, которая на вороте рубахи у него располагалась. На ней вы можете видеть три ромба красных, что соответствует званию старшего лейтенанта. Трофеи вахты 2014 едва умещаются в кадре. Противогазы наши немецкие, оптичные флакончики, винтовка Мосина для оружия, пролежавшего в земле 70 лет, она очень неплохо сохранилась. Патроны, пулеметные, автоматные диски, предметы быта. Но главная находка – портмоне, в котором хранился комсомольский билет. Обложку еще можно прочитать, а имя владельца установит только специальная экспертиза, если повезет. Его расслаивать – это очень, конечно, сложный случай. Поднятые останки ребята передали руководству Кировского района для погребения в мемориале Синявина. Всего за месяц вахты всеми отрядами, а вместе с поисковиками из Чувашии работали коллеги из Мариэл, Северодвинска, Тамбова, других регионов, обнаружены останки почти 500 бойцов. Имена от 22 уже установлены. Елена Гальперина, Антон Вовк, Ленинградская область, Кировский район, Синявинские высоты.